Друзья, всем привет! Это видео-проект Goldwork. Я не хочу создавать какие-то шаблонные проекты или делать еще очередной видеоканал. На моем проекте вы увидите исключительно уникальные бизнес-истории не от псевдоэкспертов, а от настоящих предпринимателей, людей, которые создают бизнес и двигают его. Сегодня мы побываем в гостях у основателя бренда David Roitman Luxury Udica, Дэвида Ройтмана. Это именно тот человек, который создает аксессуары для высокой еврейской моды. Также мы побываем в гостях у Валерии Репиной, основательницы Репина Брендинг. Человек, который знает о брендинге и айдентике. Все, вы готовы? Погнали! Выступает пауза. Он говорит, сегодня в 5 часов дня его сотрудники, я уже вижу, расширяются зрачки. Я говорю, ну я же предупреждал, что мы быстро работаем. Иначе за два года мир не захватит. Поэтому задача брендингового агентства – соединить вот эти вот две составляющие, соединить вкус аудитории. И главное – провести к своего клиента, взять его за руку и показать, как это работает. Я говорю, спасибо, разворачиваюсь и ухожу. Он говорит, извините, можно познакомиться? Я говорю, да, с удовольствием. Я Дэвид Ройтман. Это моя продукция. Я говорю, очень приятно. На самом деле все, что мы до этого говорили, брендинг и все такое, на самом деле брендинг – это отрезанные ноги. Вот. И отрезанные ноги у ребенка. Что самое страшное. Мы не вернулись в первые годы в юстиции, но операционные стали абсолютно прибыльными. Я много лет прожил в Нью-Йорке, и меня всегда возмущало такое вот своеобразное отношение, назовем его своеобразным, евреев к своей традиционной национальной атрибутике. То есть, если там часы, запонки, носки, все блистает, все шикарное, все по последнему слову моды, то когда касается головного убора, который на виду весь день, и на прическу, и после парикмахерской укладки, то это какая-то смятая тряпочка под названием кипа или ермолка, как бы вы ее ни называли. А когда я занялся бизнесом, то у меня были какие-то возможности, и я решил, что я хочу изменить мир к лучшему. Как, наверное, многие дети хотят и мечтают, и вот я решил, что пришло время реализовать свои детские мечты. Занялся этим проектом не сразу, не просто, не быстро, но когда ты веришь во что-то и идешь с этой идеей до конца, то, оказывается, это возможно. Ну и, конечно, неплохо бы иметь помощь выше. Мне на самом деле всегда было интересно узнать, как создаются профессиональные бренды, поэтому сегодня мы пришли в гости к Валерии Репиной, основательнице Репина Брендинг, и сегодня она нам расскажет, как создаются крутые бренды, начиная от инициации до конечного завершения и успешного запуска. При этом мы постараемся создать видеомануал, как пошагово, самостоятельно прийти к тому, чтобы сделать качественный брендинг и айдентику, кому нужно обращаться, и каких специалистов нужно задействовать. Так, где находится офис Валерии? По-моему, мы пришли. Привет! А, это такой брейнсторм, да? Да-да-да-да-да. Ну что ж, друзья, хочу вас познакомить с Валерией, Валерия Репина, основатель Репина Брендинг. Сегодня я буду ее пытать, и она, надеюсь, нам расскажет, как создаются бренды с нуля. Расскажешь? Ох, расскажу. Погнали! Ну, важно сказать, что Репина Брендинг – это мое второе агентство, и с первым случился полный провал, чему я очень благодарна, потому что, на самом деле, каждый предприниматель, он должен пройти провал. Это очень хорошая учеба, можно сделать выводы. И второе агентство, оно совсем другое, я его воссоздала с нуля, это новая команда, новый офис, и оно родилось два года назад, и за это время мы выросли фактически в несколько раз. Мы реализовали более 50 проектов в области брендинга за это время, и продолжаем расти. Такие сложности, да, наверное, сложности такие же, как и в любом бизнесе, но основная проблема, наверное, нашей ниши в том, что дизайнеры, в принципе, да, все, кто в нашей сфере, они пытаются хвататься за любую работу, и, наверное, здесь секрет в том, что не нужно думать о деньгах, и деньги приходят тогда, когда ты очень четко выстраиваешь свой продукт, тогда, когда ты можешь отказываться от проектов и делать действительно то, что ты можешь сделать круто. 300 тысяч долларов инвестиций, и при этом за год вы стали прибыльными. Как вы выстраивали концепцию бренда позиционирования, и в целом ведь не было рынка, как вы выводили его? Ну, давайте начнем тогда с самого начала. Во-первых, нужно было создать товар или продукт. Для этого нужно было построить экспериментальное производство, освоить какие-то суперсовременные технологии, чтобы этот товар или продукт действительно что-то из себя представляли, чтобы их потом можно было продать за те деньги, за которые мы собирались это сделать. На это ушел первый год. Это сотни тысяч долларов на оборудование, на эксперименты, они очень дорогостоящие, потому что ты пробуешь и перепробовываешь, и переделываешь, и это тебе не нравится. Ну, наверное, три месяца мы сшили кипы, то есть сотни моделей ермолки, пока первая из них не удовлетворила мои запросы. И это только ермолки, а что уж там касается всего остального. И мы использовали суперсовременное лазерное оборудование, 3D-принтеры, ну, и сейчас все это перечислять даже нет смысла. Создали мы продукт, а вот потом нужно было этот продукт продать. Я предполагал, что это займет годы. Как любой дизайнерский бренд, это время, это привыкание людей, это, ну, опять длинный список, можно здесь перечислять. Но это произошло как-то очень быстро. И буквально через полгода после того, как мы вышли на рынок, кстати, здесь, в Москве, это был первый шаг, мы стали операционно прибыльными. Мы не вернули в первые полгода инвестиции, но операционно мы стали абсолютно прибыльными. И это было нонсенсом для нас. И, конечно же, вдохновило нас на новые экспансии, новых рынков, новых продуктов, новых коллекций. И мы, в общем-то, превратились в настоящий модный дом. У нас две коллекции в году, только они приурочены не к Новому году и к летним канилкулам, а к еврейским праздникам. Это Песах, то есть Пасха по-русски, и осенние еврейские праздники, Суккот, Новый год, Рошашина, еврейский Новый год. И вы знаете, все уже как-то с нетерпением ждут в преддверии каждого праздника нашей новой коллекции, прибегают, раскупают. Это потрясающе. Ройтмана я на тот момент не знал и не предполагал, что есть такой человек. Я, например, всегда думал, что ты одеваешь хорошие джинсы, хорошую обувь, там, к примеру, хороший костюм. Но сумку, я искал сумку для отфелина и толита. Всегда, если посмотреть на евреев, то они ходят в каких-то дермантиновых сумках. Я думал, если я иду в костюме за 5000 долларов, почему я должен идти с этой сумкой? Я перерыл интернет, я искал около года все сайты полностью, где что, ничего не находил абсолютно. И случайно, вдруг, случайно увидел, что в Меоце есть телефон, где можно заказать хорошую сумку для отфелина и толита. Я не знал, что это Дэвид Ройтман. Абсолютно, этот бренд был неизвестен. Я пришел и заказал две сумки для себя и для брата. Когда они были готовы, я приехал в Меоц, зашел там на пятый этаж, и такой симпатичный парень дает, о, это вы заказали? Да, дает мне эти две коробки с сумками. Я говорю, спасибо, разворачиваюсь и ухожу. Он говорит, извините, можно познакомиться? Я говорю, да, с удовольствием. Я Дэвид Ройтман. Это моя продукция. Я говорю, очень приятно. И с этого момента я стал пользоваться чехлы для телефонов, кипы, ремень Дэвида Ройтмана. Абсолютно все. Мы подружились, стали друзьями. Вот я у него был, приходил и к нему, и на шаббат, и везде. И теперь у меня все полностью, все, что производит Дэвид Ройтман. Спасибо ему огромное. Это очень качественная, очень дорогая продукция. И в ней приятно ходить и ощущать себя. Потому что, когда ты идешь в хорошей одежде, и у тебя кипа из какой-то тряпочки или связана крючочком, но это абсолютно не гармонирует с твоим положением. Так что, очень рад, что такой человек занял эту нишу. И дай Бог, и Всевышний, чтобы ему помог дальше, дальше развиваться. Это имя, этот бренд будет передаваться, я уверен, его детям, внукам и далее поколениям. Да, не ты один, кого раздражают брифы. И мы это прекрасно понимаем. Поэтому у нас сам процесс брифинга, он построен на основе интервью. То есть, тебе не нужно ничего делать, ты только разговариваешь с нами о своем продукте и о своих задачах. Еще очень важно сказать про бриф то, что очень многие агентства, они спрашивают, а вот какой цвет вы хотите, а вот какое вот название, звучание и так далее. Чтобы клиент все выложил, и по факту там работы уже не остается. Ну, соответственно, клиент, он не знает, что ему нужно. Это экспертиза агентства, сказать, что нужно. И получается, что потом агентство говорит, а вот вы написали в брифе. Собственно, мы так и сделали. Поэтому настоящий бриф — это фиксация задач. Задач компании, бизнес-задач и дальнейшего будущего. Для чего мы все это делаем. Собственно, после брифа это начинается, собственно, разработка. Мне говорите сейчас про нее? Ну, пожалуйста. Хорошо. Первый этап — это исследование. Это самый длинный, самый сложный этап, потому что прежде чем приступить к позиционированию, к стратегии и так далее, нужно плотно изучить рынок, нужно излучить конкурентную среду, нужно понять особенности продукта, его УТП, и, безусловно, выявить аудиторию. А вы только локальные бренды анализируете или международные тоже? А, безусловно, мировой опыт здесь имеет значение. Если на российском рынке нет сильных конкурентов, то это бенчмарки могут быть международные. То есть это некий как пример, как эталон, как это может быть. И, в принципе, нашим предпринимателям достаточно сложно без западного опыта, потому что рынок вообще бизнеса и предпринимательства у нас только-только начал зарождаться, всем резко стало это интересно, и они не знают, что им делать с этим. А, собственно, исследование, исследование, оно проходит порядка полутора месяцев. Это и глубинное интервью, это и эксперимент у полки, если это, например, продукты FMCG. То есть есть очень много разных методик, как можно исследовать. Глубинное интервью – это фокус-группы создаются? Ну, не совсем. Глубинное интервью – это тоже разговор с разными людьми на тему поиска инсайтов, потому что в основе каждого продукта и позиционирования бренда лежат инсайты целевой аудитории. То есть это некое такое скрытое знание, которое человек сам не фильтрует, но именно поэтому он готов купить продукт. И практически все бренды известные, они отвечают на инсайты. И вот задача исследования – найти этот инсайт, эту потребность, которая поможет потом продавать продукт. Наконец-таки дизайнеры пришли, может быть, познакомишься со своей командой, кто чем занимается. Да, вот менеджер со директом, смотри, вот татуха с оленем тоже. Это у нас корпоративный уже символ даже стал. Олень. Да, и вот если так делать, то как будто бы скачет. Ничего себе! Нет, 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 нет. Она битсуру просто. Качает. Валерий, по-моему, здесь все фитоняшки работают. Там я вижу, что-то интересное. Это новый проект, а его можно показывать? Да, ну вот даже не знаю, но пусть будет мало того, что выйдет уже бренд. Как ты вдохновляешься, когда отрисовываешь проекты? Все, на бехансе смотришь и копируешь, да? То есть воруй как художник. Да, главное воровать как художник. Вот если сам ты коряво рисуешь, так лучше ворованное, красивое, да, художественное, чем свое ужасное. Про меня, кстати, я рисую очень коряво. Я и писать-то не умею. Да, это тоже костяная рука. Слушайте, а у вас несколько дизайнеров занимаются одним и тем? Ну, вообще, да, конечно. Два-три человека на один. Разные варианты, разное видение. Слушайте, а часто ругаетесь? Спорите? Вы же такие креативные люди. Ну, это официальная версия. Давайте вот снимем единственного парня, который здесь работает. Как вам в женском коллективе? Как вы думаете? Печально. От вами издеваются, нет? Я мне, конечно, не знаю. Скажи правду. Самый счастливый человек. Дэвид, расскажите про новую коллекцию. Новая коллекция достаточно обширная, поэтому вкратце хотя бы о некоторых ее элементах. Во-первых, мы впервые в истории, как ни странно, создали коллекцию израильского оружия. В миниатюре все стрелковое израильское оружие, которое придумано, произведено и используется в израильской армии. Это, конечно, очень большой ассортимент. Здесь представлено лишь несколько из этих экспонатов. И, конечно же, израильские солдаты. Теперь евреи смогут дарить друг другу не только скрипачей на крыше или сапожников в рваной обуви, но и предмет нашей гордости, солдат армобороны Израиля. Ведь для всего мира мы являемся агрессорами вот уже 70 лет. И только в собственных глазах мы продолжаем оставаться местечковыми, забитыми евреями, которые дарят друг другу скрипачей на крыше. А здесь вы можете увидеть ювелирную коллекцию. Среди этих экспонатов есть и новая переплетенная звезда лед и пламя. Конечно же, в камеру разглядеть будет тяжело, но вот эта звезда легла в основу совместной коллекции с Валентином Юдашкиным. И его идея с камнями и этой звездой сыграла так красиво, и получилась целая совместная коллекция. Ну и, конечно же, хотелось бы показать и наши такие особенные, любимые экспонаты. Это ремень из лапы крокодила с иерусалимскими львами, с такой вот оригинальной пряжкой цельной. И, конечно же, кипы, с чего мы, собственно говоря, начинали, что стало нашей гордостью. Кипы из кожи питона, очень красивые цвета, ведь питона красят в очень яркие, разнообразные разные оттенки. И она очень тонкая, очень легкая и практически не чувствуется на голове. Ну, а для тех, кто любит самое роскошное и дорогое крокодила, вот пример черный крокодил у меня в руках. Ну что же, здесь можно много и часами рассказывать только о новой коллекции. Среди новых экземпляров и костюмные кипы, и ткани костюма, так, чтобы можно было подобрать себе под костюм, под такси, да даже будет такая коллекция. Ну и, в общем, остальное, наверное, можно увидеть на сайте, потому что показать здесь все на камеру просто не представляется возможным. Дэвид Ройтман Лакшери Удайка относительно новый бренд, потому что он открылся в 2015 году. Как за такой небольшой промежуток времени вы стали настолько популярным и смогли завоевать доверие именно премиум сегмента? В принципе, это те люди, до которых сложно достучаться. И они, да. Есть несколько моментов. Во-первых, как я сказал, неплохо бы иметь некую помощь свыше. В этом бизнесе я совершенно не записываю заслуги на свой счет. Есть необъяснимые совершенно вещи, которые приводят нас к успеху, и они явно феноменальны и необъяснимы с точки зрения банальной эрудиции. Давайте попробую зайти с такой стороны. Представьте себе, что в мире моды не существует широкой линейки модных домов. Есть один. Назовем его «Х». Вот чтобы не акцентировать внимание на каком-то там бренде. И когда ты хочешь купить себе модные туфли, ты не можешь пойти в один из магазинов в торговом центре, а ты идешь только в один. И если тебе там не нравится что-то, то ты останешься ни с чем, а не пойдешь в другой и купишь дешевле, дороже, красивее, ярче, тускнее, не имеет значения. И тут это именно та ситуация, которую мы создали. На данный момент мы не только первые, но еще и единственные. Уже были попытки нас подделывать, но они все, слава богу, безуспешны. Уверен, что со временем появятся конкуренты. Но нужно понимать, что на сегодняшний день мы первые, и за первыми все-таки останется большая часть рынка. Как только появились модные аксессуары, то те люди, которые одеваются в дизайнерскую одежду, почувствовали потребность одевать, иметь такие аксессуары. А как только они начали покупать и заимели такие аксессуары, им тяжело уже отказаться от них, потому что, поносив нашу кипу, ты не можешь потом одеть сморщину тряпку. Да тебе самому будет некомфортно уже, даже не важно, что люди о тебе подумают и что тебе скажут. А таким образом мы стали завоевывать, это достаточно маленький, нужно понимать, рынок, и очень быстро стали на одну ступень с такими известными брендами, как Cartier, Mont Blanc, DuPont. И сегодня в магазины, вы можете зайти в магазины в Москве, там будет у Новинский Passage, или Latte Plaza, или Времена Года, и многие другие. Вы заходите в магазин, и там представлены 3-4 бренда, и среди них Дэвид Ройтман. И вот ты заходишь и сам не веришь. Ну вот как, мы на рынке буквально два года, в 2016 году мы вышли на рынок. И вот мы уже там стоим. Во-первых, совершенно очевидно, что если бы мы изобрели ремни или туфли, мы бы там не стояли за два года. Совершенно очевидно, что это благодаря тому, что у нас вот такой уникальный сегмент. Все, конечно же, фирмы и магазины хотят обновить товар, хотят привлечь внимание. Мы для этого, в этом плане для них просто подарок. Ну и мы пользуемся этим, они нами пользуются, и все это как-то очень обоюдно и выгодно. И главное, вы знаете, вот этот бизнес очень красивый. Ты никому ничего не втюхиваешь, ты никому ничего там не обещаешь. Вот есть красивая вещь, вот она смотрится, она тебе идет, вот ты ее берешь, вот ее цена. Вот не нравится, не идет, не берешь. И вот как ни странно, казалось бы, люди покупают дорогие очень вещи, ведь мы далеко не дешевый дом. При этом благодарны тебе так, как будто бы ты им это дал в подарок. То есть люди и деньги платят, и благодарны. Ну, я думаю, что тут в том числе благоданная стена из-за того, что раньше не было. И вот мы создали вот этот прецедент, и кроме нас ведь не у кого больше купить. То есть если бы мы им это не продали, для них не пошили, то они бы остались без этого аксессуара. Ну, вот как-то так. А в каких странах вы сейчас представлены? Это страны СНГ, это Европа, Англия, Франция, Бельгия, Чехия. Ну, длинный список, в том числе Америка, Канада. В ближайшее время собираемся открыться в Мексике, в Южной Африке и в Коста-Рике. Когда ты создавала свою компанию, муж как-то принимал участие? Ну, помимо фамилии. Ну, муж, вообще это было его предложение, говорит, у тебя теперь классная фамилия, давай, типа, давай, делай. А до этого была фамилия Полубятка. Полубятка Брэндинг. Да, Полубятка Брэндинг. Он все время говорит, а Полубятка Брэндинг не получилось бы, говорит, а вот Репина, говорит, это да. Соответственно, и я сделала агентство, соответственно, и он помогал мне вот точечно какими-то вещами. Сейчас мы автоматизируем продажи, этого нет ни у кого, ни у одной, ни одной студии такого нет, поэтому я об этом... То есть звонит робот Вера и говорит, ну, 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 да. Примерно так, примерно так. То есть вот это вот, это его различные штуки, потому что он очень классно разбирается в диджитале, и мы привносим все эти современные тренды в брендинг, потому что вообще брендинговые агентства, они очень олдскульные сами по себе, а мы современные. О, прикольно. Так, а вот автоматизацию, нет, автоматизация. Ну, вот когда будет автоматизация, мы уже фактически ее запускаем, вот ты и протестишь, скажешь, как тебе, там, позвонил тебе робот или кто тебе сделал брендинг. Вот, а вот, да я все хотела показать, на самом деле, вот видите, это называется ключ бренда. Видите, ключ? Да, вот это вот ключ, да, читать нельзя, можно только смотреть, соответственно, издалека, да, здесь что? В центре ключа это позиционирование, а дальше, получается, у нас здесь характер идет, инсайт аудитории, конкуренты и так далее. То есть фактически такое упражнение можно самостоятельно выполнять, если у вас нет денег, вот, а есть желание очень создать бренд, то можете вот делать упражнение ключ бренда. В интернете можете поискать, найти, как его делать, да? Как бы, собственно, срисовать форму, да? Да, в интернете нет ничего про ключ бренда? Нет, в интернете написано, что это такое и какие у него моменты есть, но как делать? Так, расскажите, что-то... Пусть поупражняются. Да, пожалуйста, пожалуйста. По поводу каждого... каждого... блока, ключа бренда есть отдельное упражнение, которое помогает достать из человека, который не понимает и, собственно, не особо хочет понимать, что такое брендинг, вот, достать из него эту ключевую информацию, которая поможет запомнить. Потому что, если вы просто сядете и такие, какая же у нас миссия, то, в общем, очень редко выходит, что-то действительно, что можно использовать. Слушай, а у тебя есть какой-нибудь готовый шаблон, который мы можем дать нашим подписчикам по ключу бренда, чтобы они сами самостоятельно могли составлять, какое-то описание, какой бог за что отвечает? Ну, по ключу бренда, наверное, ключ мы можем дать, а вот замок есть ли, вопрос, будет ли у них замок. Надо найти. Мы можем дать чек-лист о том, что нужно делать, чтобы хоть как-то приблизиться к собственному бренду, что-то сделать самому, что-то заказать, на чем-то сэкономить. В общем, мы обращайтесь к Роману, он вам даст ссылку. Ссылка в описании будет. Представим, что у меня есть топовый локейшн, скажем, в Италии, что мне нужно сделать для того, чтобы открыть вашу франшизу или витрину? Как это работает у вас? У нас есть представительство, которое делится по регионам, то есть на каждый регион есть свой менеджер, который занимается распространением, продвижением товара. Обычно мы работаем по принципу консигнации, то есть мы даем на реализацию, мы не задираем нос, хотя мы единственные могли бы это делать, но наша задача распространиться поскорее, завоевать рынок, а не побольше, побыстрее заработать и задирать нос. В общем, ну такой у нас бизнес-человеческим лицом. Конкретный магазин или конкретно фирма подписывает с нами договор, выделяют нам витрину по нашим запросам, это определенное местоположение в магазине, определенные полки, определенная подсветка, если на все устраивает, то мы заполняем ее товаром, оформляем документы и оно поступает в продажу. Таким образом, все это происходит очень быстро. У меня есть такой пример, элитный магазин в центре Москвы на Патриарших прудах, называется «Алмаз», не знаю, можно ли вас рекламировать. По своей инициативе предложили нам открыть у них витрину, я говорю, вы знаете, мы очень быстро работаем, вы должны это принимать в расчет. Да, да, сказал хозяин магазина, конечно, вот магазин, что вы скажете, я говорю, прекрасный магазин, мы хотели бы вот эту витрину и вот эту, прям входная группа, вот первое, что бросается в глаза, сказал хозяин магазина. Ну что ж, раз уж так, ток-так, и, говорит, будем работать. Я говорю, ну хорошо, сейчас 3 часа дня, давайте в 5 часов, мои сотрудники будут здесь с товаром, с оформленными документами для того, чтобы, и тут наступает пауза, он говорит, сегодня в 5 часов дня, его сотрудники, я уже вижу, как расширяются зрачки, я говорю, ну я же предупреждал, что мы быстро работаем, иначе за 2 года мир не захватить. Он тяжело вздыхает, говорит, ну хорошо, в конце концов, ему работать, его сотрудникам в 5 часов, не сомневались, мои сотрудники с товаром были на месте, в 5.15 витрина сияла, так мы за 2 года захватили мир. Супер, коллаборация с известными персонами, Александр Добровинский, Валентин Юдашкин, что это для вас, это масштабирование вашего бренда, или к вам обращаются, говорят, о, крутая продукция, давайте сделаем что-то совместно. Масштабирование бренда, об этом вообще не думал, с такой точки зрения, мне, безусловно, было приятно, когда ко мне обращались, известные, успешные люди для создания совместных коллекций, с Юдашкиным, это было в сфере именно атрибутики еврейской, именно в сфере юдаики, ему очень понравилась звезда лед и пламя, которую мы создали, это был новый, оригинальный дизайн, впервые за несколько десятилетий, была создана новая звезда Давида, новая форма звезды, мы сделали совместную коллекцию ювелирную, он предложил расположить бриллианты изнутри, снаружи звезды, это была очень оригинальная такая идея, эти звезды сегодня в продаже в бутиках у Юдашкина, и затем как-то наше общение переросло в более такое тесное, и мы стали обсуждать уже и новые коллекции, и вот ближайший месяц, в ноябре, открывается целый зал совместной коллекции Юдаики в бутике Юдашкина на Вознесенском переулке, не витрина, это целый зал размером с наш бутик, и это большая честь для меня, безусловно, вот вчера вечером я был на показе его коллекции, где он меня лично пригласил, в первом ряду, ну все это, конечно, очень неожиданно, очень приятно, и опять же, очень важно сказать, что есть понимание, что все это свыше, поэтому я абсолютно не задираю нос, не приписываю это в какие-то свои великие заслуги, ну я поднял первым эту перчатку с пола, то, что 2000 лет евреи пытались скрыть все, что их связывает с еврейским народом, а сейчас времена изменились, и евреи могут с гордостью носить эрмолку и другие атрибуты, ну, значит, мне выпала честь, это моя большая заслуга, а не, то есть, большая честь для меня, а не мое какое-то достижение, скорее. Давайте представим, к вам пришел молодой предприниматель и говорит, Дэвид, у меня есть классная идея, я хочу в этом направлении двигаться, но у меня нет бюджета, что бы вы ему посоветовали? Вы знаете, я читаю лекции, выступаю перед бизнесменами, меня иногда приглашают, и много разных вот советов просят, со своими идеями люди приходят, и у меня вот состоялся такой диалог однажды, когда человек говорит, я вот все могу, вот я могу придумать, я могу там организовать, реализовать, возьмите меня к себе, я говорю, секундочку, если ты все можешь сам, зачем я тебе нужен, нет, ну так нужно же бюджет на это, о, я говорю, стоп, значит, чего-то ты уже не можешь, я говорю, а давай дальше по списку, вот список всего, что необходимо сделать, для того, чтобы реализовать проект, вот из всех этих этапов, что еще ты не можешь, кроме собирать деньги, и оказывается потом, что на самом деле, может человек не так много, обычно, талантливые, хорошие проекты, находят, путь к реализации, обычно, редки те случаи, когда человек имеет, действительно, хорошую идею, хороший проект, и он не смог его донести, до заинтересованных людей, происходит ли это по той причине, что человек не умеет себя рекламировать, или объяснить себя достаточно хорошо, или происходит это по той причине, что у него недостаточных связей, чтобы выйти на нужных людей, тут уже трудно, как бы, разобраться иногда в ситуации, но чаще всего сам проект еще сырой, поэтому здесь нужно смотреть на то, что, как говорится, в чайнике, а не на него снаружи. Из этого вытекает следующий вопрос, как формировать связи? Ох, как формировать связи? Тут я плохой советчик, потому что, когда я стал заниматься бизнесом, из-за моей предыдущей деятельности, и журналистом, и общественной деятельности, у меня связи уже были, их я не формировал искусственно, это все происходило в рамках моей деятельности, поэтому тут мне трудно дать совет, но я думаю, что сегодня любое новое яркое привлекает достаточно внимания, чтобы достаточно быстро эти связи обрести. Если ты что-то дейное придумал, если ты можешь это реализовать и красиво упаковать, к тебе придут. Теперь мне интересно поговорить про стартапы. Ну, как ты знаешь, много начинающих предпринимателей, стартаперов, и, как правило, сейчас уже инвесторы требуют MVP, то есть минимальную версию продукта, но когда в тебя еще не вложили или брендинг не считается, скажем так, целевой тратой на начальном этапе, но все равно нужно упаковать даже это MVP, которое мы выстраиваем, красивую обертку, чтобы даже при минимальном функционале инвестор в тебя поверил. Если у меня нет бюджета, как мне создать бренд или хотя бы выстроить позиционирование, есть ли какой-то чекбокс, есть ли какие-то этапы, которые я должен пройти при построении бренда с нуля без бюджета? Ну, на самом деле, все эти этапы, они такие же, просто их нужно сделать самому, соответственно, исследование, самому провести исследование, это возможно, реально. Понятно, что у стратега хорошего это получится более глубоко, более интересно и так далее, но самому это можно сделать, потому что без правильного ресерча не будет никакого бренда. Соответственно, дальше, когда речь идет о нейминге, вот здесь очень нужно обратить внимание все-таки на регистрацию товарного знака, потому что это может нарушить права третьих лиц и запускать продукт в коммерческую собственно часть нельзя без регистрации, без подачи заявки в Роспатент. Ну, а дальше дизайн. Касательно дизайна здесь я рекомендую просто написать логотип шрифтом Дин. Шрифт Дин? Да, шрифт Дин, собственно, и вы, по крайней мере, ничего не испортите. Это не будет выглядеть ужасно. Понятно, что на первом этапе очень сложно выделить бюджеты на брендинг и это, наверное, не имеет никакого значения, потому что продукт, он только устаканивается. У стартапов очень часто бывают пивоты, все меняется, каждые там несколько недель, поэтому используйте Дин, и будет вам счастье. Дэвид, спасибо большое то, что провели краткий экскурс в мир высокой еврейской моды. Спасибо вам большое. Буквально не за что, приходите еще. Все, снято.